Дорожная сеть Здравствуйте! Сегодня в рубрике «Напрямую» на наши вопросы отвечает первый заместитель мэра города Ишкаралы Павел Плотников. Павел Вячеславович, здравствуйте! Здравствуйте! Цивилизованный облик любого города, безусловно, зависит не только от того, как выглядят центральные бульвары и улицы, но еще и зависит от внешнего вида обычных городских дворов. Сколько дворов в этом году уже благоустроено комплексно и поступает очень много вопросов, как попасть в двору в это число счастливчиков? Сейчас комплексно мы уже обустроили шесть дворов. Что такое подразумевает комплексное освоение двора? То есть здесь непосредственно проводится соответствующая ремонт проезжей части, тротуаров с использованием бордюрного камня, решаем вопросы с водоотведением. Кроме того, комплексное обустройство двора предполагает также инвентаризацию зеленых насаждений, устанавливаются малые архитурные формы, детские площадки, спортивные площадки, устанавливаются ограждения. Конечно же, я прошу всегда управляющих компаний все-таки более активно работать с жителями и те проблемы, которые есть, не решать, когда мы вошли во двор и благоустраиваем этот двор, а заранее. Как вы считаете, за сколько лет можно благоустроить все дворы города? И возможно ли это вообще? Та программа по обустройству дворов, которая у нас работает, к сожалению, она долгосрочная. Мы не можем за один год обустроить 800 дворов. Сами можете представить, какие объемы. То есть это нам понадобится лет 6-7. В этом году благоустройство дворов активно ведется при участии бизнесменов. Оправдала ли себя такая форма партнерства и будет ли она продолжена? Мне очень отрадно, что у нас есть такие предприниматели, которые готовы вкладывать благоустройство города без какой-то для себя выгоды или отдачи. В парке «Победа», в «Сквере космонавтов», «Натта бабушкина», в Тархановском парке на всего лишь день установлены игровые большие комплексы. Стоимость каждого комплекса более 500 тысяч рублей. То есть это серьезный день. Также реализуем проект в Дубках. Мы реанимируем тот стадион, который был просто за ДКРА заброшен. Там тоже будут трибуны соответствующие. Установлена уже хоккейная коробка. Ремонт дорог – еще одна тема, о которой шкаролинцы могут говорить бесконечно. Расскажите подробнее, как формируется бюджет на дороге. К сожалению, на сегодняшний день бюджет города формируется в части дорог по остаточным принципам большого счета. Нам ежегодно закладывается не более 30 миллионов рублей на содержание и ремонт улично-дорожной сети. Город добавляет ежегодно к этой сумме свои доходы. Но это док доходы. Мы можем сегодня получить док доходы, а завтра мы не уверены, что мы их получим. И для того, чтобы выйти из этой ситуации, мы предлагаем на сегодняшний день и разрабатываем в мэрии долгосрочную программу по капитальному ремонту, по реконструкции улично-дорожной сети. И примерный объем инвестиций непосредственно по этой программе будет несколько миллиардов рублей. Она будет работать с 2013 года по 2020 год. Я думаю, что и надеюсь, у нас есть взаимопонимание. И я думаю, что правительство, конечно же, поможет в этой части. Транспортная нагрузка в нашем небольшом городе, признайтесь сами, сегодня близка к критической. Многие улицы, строительство которых велось еще в 50-х, 60-х годах, просто не готовы были к такому количеству машин. В этой программе будет прописана каждая дорога, каждая улица. И будут определены сроки, что требуется именно для той или иной дороги. Подход должен быть системный. То есть мы непосредственно должны не просто отремонтировать дорогу, а где ее необходимо, реконструировать. Для того, чтобы у нас потоки автомашин, мы не стояли в пробке. Потому что мы, если не будем заниматься этой проблемой, через 3-4 года, мы непосредственно просто, у нас город просто встанет. К нам в редакции очень часто обращаются телезрители с подобными вопросами. Почему дороги, которые ремонтировались, казалось бы, в начале лета, уже на них зияют выбоины? Вот, например, приводят такие случаи. Перекресток Кирова и улицы Мира, улицы Соловьева, улицы Машиностроителей. Качество дорог, оно отслеживается? Почему такое качество? Да качество, конечно, честно говоря, не очень хорошее, плохое, я так бы сказал. Почему? Потому что мы всегда хотим сэкономить. Мы хотим, если положено затратить на эту дорогу условно 10 миллионов, то надо и тратить 10 миллионов, и заниматься так. Пускай это будет километр, но это будет километр хорошей дороги. А мы пытаемся каждый раз все это размазывать не на километры, а на 10 километров. И думая, что нам будут хорошие погодные условия, и она просуществует 2-3 года. Самое главное, что устанавливать перед подрядными организациями, которые выполняют строительные работы, именно устанавливать большой, серьезный гарантийный срок. Для того, чтобы, если они плохо сделали дорогу, в пределах гарантийного срока, который будет не 1-2 года, а минимум 5-6-10 лет. То есть сегодня это 1-2 года, да? Где это? В зависимости от ремонтных работ, если полгода это дается на ямочный ремонт, если 4 года. Согласно генеральному плану города, Ишкар-Алаза сегодня растет скорее не в высоту, а чаще всего в шире. А не могли бы вы дать такой небольшой совет для тех, кто сейчас занят решением жилищного вопроса? В каких районах выгоднее всего вкладывать средства в недвижимость? Развитие города в части жилищного строительства, я бы отметил два направления. Это, в первую очередь, территория Сабадхея, микрорайона Сабадхея. Там у нас запроектированы три микрорайона. Микрорайон спортивный, микрорайон молодежный и микрорайон мирный. Это, прежде всего, направление в сторону Серновского тракта. Второе направление, когда у нас девятый микрорайон, в сторону Медведева. Сейчас застраиваются, там будет сдано более 100 тысяч квадратных метров жилья. Это два таких серьезных направления. А если мы затрагиваем одноэтажную шкаралу, такие коттеджные застройки? Я бы рекомендовал непосредственно двигаться в сторону Семеновки, деревни Данилова. Объяснить, почему. Мы заключили сейчас контракт с муниципальным предприятием «Водоканал» на строительство большого водовода. Туда тоже, в эту деревню Даниловой, в Семеновке, придет скоро хорошая, добротная, качественная вода. Ну и потянется, соответственно, инфраструктура. Застройка индивидуальными жилыми домами предусматривается у нас и в районе Мышины. То есть там тоже предполагается ярусная застройка, и многоэтажные жилые дома будут, и средние этажности, и блокированные коттеджи, и индивидуальное жилье. Я думаю, что там будет неплохой новый микрорайон. Вот, инфраструктура там, в принципе, создана. Павел Вячеславович, спасибо вам большое за беседу. Честно говоря, мы затронули сегодня лишь небольшую часть вопросов, касающиеся жизни города. Так что давайте не будем ставить в этом интервью точку, а скорее поставим запятую. Спасибо вам большое за беседу и до свидания. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...